Напоминаем, что в целях предупреждения нарушения порядка проведения ЕГЭ в аудиториях ПП ведется видеонаблюдение. Во время проведения экзамена вы должны соблюдать порядок. В день проведения экзамена в период с момента входа в ПП и до окончания экзамена в ПП запрещается иметь при себе средства связи, электронную вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Родители выпускников сдали ЕГЭ в 11-й школе. Было заявлено на экзамен 34 родителя артемовских выпускников, но явилось всего 27. Все желающие смогли самостоятельно понять, что из себя представляет единый государственный экзамен. В этом году участники акции проверили свои знания по истории. Оповещены были родители со всех школ. В этом году заявилось на сдачу этого предмета 34 человека. Эта акция направлена на то, чтобы родители прочувствовали все то, что происходит с нашими будущими выпускниками. То есть от начала понимали на входе, что какие есть требования. Ну и естественно то, что будет происходить в аудитории. Этот экзамен у нас идет в усеченном варианте, потому что на самом деле историю должны сдавать 200 с лишним минут. Но здесь этот экзамен будет сокращен и пройдет за 55 минут. Эта акция уже стала традиционной и она идет уже восьмой год на территории. А если взять предыдущие годы, а вообще как родители сдают? По-разному. Но в общем-то стараются, идут на средний балл, пытаются не отстать от своих ребят. Благодаря всероссийской акции «Сдаем вместе день сдачи ЕГЭ» родителями, законные представители смогли сами пройти экзамен от регистрации и металлоискателя до теста. Меня доча моя отправила на ЕГЭ, сказала мама, чтобы ты сходила и посмотрела, через что предстоит мне пройти. Ну вот решила ознакомиться. Как готовились? Если честно, то никак. Все, что осталось в советской школе. А что помните? Ну, основные события как бы. Я сегодня пробую свои силы на экзамене по истории. Хочу посмотреть, как моя дочь будет сдавать экзамен. Она у меня одиннадцатиклассница. Надо когда-то начинать врезать чужую шкуру, попробовать, какого-то ребенка. Попробовать решила. А как готовились? Готовились, но исключительно по тестам в интернете, потому что школьная пора уже давно прошла, все забылось, естественно, поэтому безглым взглядом вот так пробежала. Ну, за результат не отвечаю, к сожалению. Как сложнее? Побелять там все-таки или егать? Ну, вы знаете, мне сложно судить. В мое время, мне казалось, тоже было сложно. А сейчас другая совсем система, другая программа. Однозначно могу сказать, что нелегко. Все было серьезно. Сумки и личные вещи родители оставляли возле кабинета. С собой нужно было взять паспорт без обложки и ручку. Бланки распечатали строго по времени и дали заполнить родителям. Результаты ЕГЭ каждый смог получить лично на электронную почту. Вероника Климова, Иван Петров, Городские новости, Артемовский, телеканал Лента.